Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня, 16 марта, вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании FIBA Group. В студии ее ведущий Роман Шевченко. Общее настроение на валютном рынке остается без изменений, но объемы торгов сократились и это указывает на охлаждение рынка, как следствие на перспективу снижения торговой активности. Перейдем к паре евро-доллар. После очередного обновления минимумов у отметки 1.0460 пара скорректировалась в область пятой фигуры, но спрос на нее все еще остается слабым, что не позволяет быкам возобновить рост, поэтому риски по-прежнему смещены вниз. Открытая позиция трейдеров указывает на нейтральное настроение рынка, при этом открытый интерес вырос еще на 1.7%, но объемы торгов продолжают сокращаться, потеряв еще 28%. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней удерживается на уровне в 168 пунктов, при этом среднее значение за полгода все еще находится ниже уровня в 100 пунктов, поэтому снижение торговой активности в краткосрочном периоде остается основным сценарием. Вход в рынок по тренду при наличии качественных торговых сигналов целесообразен. В таком случае ближайшими целями по тренду выступают уровни 1.0450 и 1.0400 пара фунт-доллар. Во время европейской торговой сессии стерлинг корректировался против основного тренда, замедлив восходящее движение у психологического уровня сопротивления 1.4800. Открытая позиция трейдеров указывает на нейтральное настроение рынка. Это объясняется фиксацией прибыли по коротким позициям, так как открытый интерес сократился на 1.7%. На фоне снижения объемов торгов на 27%. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней все еще удерживается существенно выше средних значений за месяц и 180 дней, поэтому снижение торговой волатильности остается наиболее вероятным сценарием в краткосрочном периоде. Учитывая контртрендовое движение, вход в рынок по тренду при наличии качественных торговых сигналов все еще целесообразен. Пара австралийский доллар, доллар США. После достаточно глубокой коррекции австралийец продолжает терять позиции в паре с долларом США. Ближайшим уровнем сопротивления для пары выступает отметка 0.7655, в то время как цели расположены в области 75-й фигуры. Открытая позиция трейдера указывает на преимущество продавцов. Открытый интерес вырос на 3,5%. При этом объемы торгов сократились более чем на 35,5%. Средняя дневная волатильность за последние 5 торговых дней удерживается на уровне в 100 пунктов, что на 13 пунктов выше среднего значения за месяц. Поэтому рассчитывать на дальнейшее увеличение торговой активности не приходится. Вход в рынок по тренду при наличии качественных торговых сигналов целесообразен. Во время американской торговой сессии будет опубликован по производственному сектору США, а также на сегодня запланировано выступление с речью главы ЕЦБ, что способно увеличить торговую активность на валютном рынке. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы «Фокус рынка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова